Рафига Рахматулина во время войны работала на военном заводе, где производили одежду, обувь и ремонтировали вооружение, необходимое фронтовикам. А сегодня Рафига Гариповна пришла в библиоцентр, чтобы связаться по бесплатному телефону со своими родными и близкими и поздравить их с юбилеем Великой Победы. Я 25 лет работала в заводе. После этого пошла в деревню, поехала в Курганское область, там 17 лет прожила, после приехала сюда в Нефтекамске. А Нефтекамске в последнее время 20 лет парикмахером работала. Тогда парикмахера не было, я первый парикмахер по городу. Я сегодня звонила в Курганский область, район, Альминевский район, мужа и сестра. Ханафи Фарахов также является ветераном труда. За свою жизнь он участвовал в строительстве Кармановской ГРЭС и атомной электростанции города Северска. На пенсию Ханафи Ахмат Хафизович вышел после 20 лет работы на Нефазе. Воспользовавшись возможностью, он пообщался с родственниками из соседнего региона. Я сегодня звонил, это Екатеринбург, своей сестре звонил, они позвонили, поговорили, все приятно стало. Я слышал, что здесь можно позвонить, дома время ограничено, тут можно говорить, поговорили. Я звонил в Уфу своему брату, это он полковник, служивший в армии. Звонил своим близким людям. Акция «Звонок однополчанина» у Нефтекамски проводится уже третий год. Позвонить в любую точку мира и не платить при этом ни копейки могли ветераны войны, труженики тыла и дети войны. В прошлом году в акции приняли участие 26 ветеранов войны и труда. На этот раз чуть меньше. Акция, как обычно, проходит 7 и 8 мая. Мы ждем и приглашаем наших ветеранов, тружеников тыла, детей войны. Вчера, 7 мая, у нас было 7 ветеранов Великой Отечественной войны. Они звонили в основном по России, в разные уголки. Было сделано около 14 звонков. Сегодня, конечно, мы ждем, что их будет побольше. Каждый из ветеранов в эти дни старается как можно больше поговорить со своими друзьями и родственниками. Поэтому в библиоцентр могут приходить несколько раз за день. Татьяна Галиева, Иван Кузнецов. Информационная программа «Ежедневник». Татьяна Галиева, Иван Кузнецов. Информационная программа «Ежедневник».